МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кулинарных рецептов много и не бывает. На пороге гостей вы ищете вкусный рецепт для праздничного стола или просто хотите удивить своих близких чем-нибудь новеньким? Тогда загляните на нашу кухню. Блогер и шеф-повар в проекте 50 рецептов первого раскроет секреты приготовления вкусных блюд. Итак, запускаем кулинарное производство 50 рецептов первого. Просто вкусно! Потейтос, потатос, брамбор, пульба, наконец! Да, сегодня главный герой нашей программы – картофель, основной продукт белорусской кухни. Привет! Хорошего утра и прекрасного дня вам желает ведущая Марина Конратьева и шеф-повар Дмитрий Кипень. Доброе утро, друзья! Сегодня будет много интересных секретов. Помните кофиме «Картофель пареный», «Картофель жареный», «Картофель фри», «Оладьи и котлеты»? Оставайтесь с нами, расскажем секреты. Список «Картофели манов» опубликовала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. И оказалось, что белорусы в этом списке, конечно же, на первом месте. 181 килограмм картофеля в год на каждого жителя нашей страны. Можете себе представить? Конечно, можете, потому что все мы, и вы, и мы просто обожаем картофель. И согласитесь, любимое наше лакомство – это жареный картофель с кефиром и с укропчиком. А вот и нет. У меня жареный картофель с луком. Да ладно? Вот такое вот блюдо. И я тоже люблю. А еще с салом, да? Да, это безумно вкусно. Сало такое с прослоечкой мяса. Но сегодня картофеля жареного не будет. Сегодня будет три блюда, шикарные и замечательные блюда. Это будет крем-суп из картофеля. Будут драники, такие маленькие драники, воки приготовленные. Это новое блюдо. Драники по-восточному, я бы сказала. По-восточному, да. Новое блюдо. Я его недавно придумал. Хочу куда-нибудь внедрить. Вот мы сегодня посмотрим, достойно ли это. То есть мы популяризируем сейчас. Друзья, сегодня важная, ответственная задача у вас. Подписывайтесь, в первую очередь, на наш официальный аккаунт Instagram 50 рецептов. И голосуйте. Голосуйте за блюдо, которое Дима пытается внедрить и популяризировать. Новое блюдо приготовления траников совершенно необычным способом. Вок. И будет сегодня картофель. Картофель, запеченный, получается, в фольге, в мундире, с разными начинками. То есть туда можно будет добавлять, мы сегодня сделаем с мясом, с палендвицей, с сыром. В общем, будем тешить и радовать каждую белорусскую душу, которая включила этот телевизор прямо сейчас на нашей программе. Потому что сегодня наш выпуск посвящается самому любимому, самому обожаемому, самому ценному продукту нашей гастрономии. Картоха. Картохе. Картоха. Начинаем готовить. Начинаем. Начинаем. Картошка по-французски с копченостями, сыром и зеленью. Картофель, сливочное масло, шампиньоны, сыр, сливки, растительное масло, бекон, палендвицца, прованские травы, зелень. Крем-суп из картофеля. Картофель, сливки, чеснок, репчатый лук, растительное масло, сливочное масло, бекон, зелень. Драники в окне. Картофель, морковь, лук, яйцо, мука, растительное масло, стручковая фасоль, зеленый лук, свинина, красный лук, сметана, соль, перец. Впервые картофель обнаружили в Латинской Америке много тысяч лет назад. Еще древние люди искали съедобные корешки и нашли клубни картофеля, дикого картофеля. А возделывать картофель начали около пяти тысяч лет назад в бассейне озера Титикака на границе Перу и Мали. И именно с тех времен начался путь картофеля по всему миру. В Европу картофель пришел очень поздно, но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте начнем готовить и расскажем вам, какие блюда мы сегодня попробуем. Дим, с чего начинаем и чем я могу тебе помочь? Я вот отобрал такие клубни примерно одинакового размера, чтобы они все равномерно проварились, пропеклись. И чтобы ускорить этот процесс, мы его подварим. Буквально 10 минут, вот он закипит, сразу будем снимать. Для того, чтобы он быстрее допекся в духовке, чтобы сэкономить наше, ваше время, драгоценное время сэкономить. Поэтому заливай водой. Что делаем дальше, Дим? Подсаливаем воду и ставим варить, как я и говорил, минут 10. Это у нас будет картофель, запеченный в мундире с разными начинками. Какими разными начинками? Расскажи. Одна начинка будет, это грибы, полиндвица, сыр, такая, как карбонара, да, вот что-то похожее. Вторая будет просто с беконом и третья просто с сыром и зеленью. Прекрасно. Вообще можно подавать со сливочным маслом, зеленью, с какими-то другими овощами. Со сметаной, чесноком. Ну, вариантов куча, мы просто не успеем все приготовить. Хорошо, готовим то, что успеем и приступаем к следующему блюду. Что готовим дальше и как я тебе буду помогать, Дим? Следующее блюдо, это будет суп, пюре, крем-суп. Ты вообще знаешь отличия? Конечно знаю, а ты знаешь? Какие? Я знаю. Ты хочешь меня проверить, да? Ну смотри, крем-суп это тот суп, который готовится, изначально готовится суп-пюре, а потом в крем-суп добавляются сливки. А в суп-пюре сливки не добавляются, там исключительно овощи и вода. Овощи, вода, либо он готовится на бульоне. Да, возможно, овощном, либо мясном. Все правильно, все правильно. Сколько ты мне поставишь? Пятеру давай. В общем, смотри, я обжарю лук, добавлю картофель, и мы будем протушивать картофель, проваривать в малом количестве воды. А ты займись драниками. Драники у нас будут, как я и говорил, такие маленькие. Ну ты же рассказывала, что ты целыми вечерами готовишь дома драники, каждый вечер готовишь драники. Я не готовлю драники, Дима. И даже если я готовлю, у меня есть комбайн, который помогает мне это сделать. А у нас есть блендер, который тебе тоже поможет сделать. Благодаря блендеру, на мой взгляд, они получаются более воздушные, более взбитые. Поэтому я тебе расскажу, как это делать. Договорились. То есть ты решил приготовить для белорусов картофельно-французский манер. Крем-суп. Правильно это будет такая французская традиция, готовить крем-супы. Ну а драники это уже наше, белорусское, оно с совершенно новым акцентом. На восточный акцент. Назовем их драники по-восточному. Драники по-восточному. Согласен? Возможно. Или, друзья, вы можете придумать для них название, оставить его в комментариях под любой фотографией на нашем официальном аккаунте Инстаграм. Он называется 50 рецептов. Подписывайтесь и оставляйте свой голос и свой комментарий. Дима, я так понимаю, что я занимаюсь тем, что измельчаю картофель для драников. Абсолютно правильно. Я обжариваю лук для супа. Мы будем перебивать все вместе, чтобы масса не чернела. Все знают, да, надо добавлять лук. А для тех, кто не любит лук, можно использовать лимон. Немножечко сока лимона в емкость, которую будете натирать картофель. И следом картофель. Опять немножечко лимона, и следом картофель. Потому что не все ведь любят вкус жареного лука. Хотя я его просто обожаю. Отъедем. И я обожаю жареный лук. Да, и чем больше лука, мне кажется, тем вкуснее. Выбивай сюда яйцо. Яйцо? Сразу же, да, сразу же сюда выбивай яйцо. Ух ты! Профессионально-то как. Кто учитель, а? Картофель, соль. Держи, соль, перец. Где перец? Перец черный? Вот, вот перец, немного перца. И можно перетирать. Для цвета морковку. Да ладно. Морковку, да. Картофель, морковь. Я никогда не добавляла морковь. Никогда. А вот, видишь, сколько еще секретов. Ну, это уже не драники, это уже какая-то другая история. А вот и нет, это драники. А ладушки. Это драники, немножко моркови для цвета. Ну, давай попробуем, что из этого выйдет. Итак, друзья, начинаем перебивать картофель. Что ж, тесто для драников готово. Напомню, друзья, здесь у нас картофель, немного моркови, много лука, обязательно соль, черный перец и двоится. 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 И немножко сейчас масса отстоится, и мы добавим муки. Хотя посмотрим, да, как она будет в себя вести. Ну что, перекладываем? Перекладываем. Красивая смесь такая получилась. Действительно, вот морковь. Воздушная. Ее совсем немножко, буквально пол морковинки. Ну, такая красивая палитра сразу красок. Яркая, желто-оранжевая. Слушай, такая воздушная масса, я думаю, это за счет яиц, да, которые тоже взбились вместе. Вместе с массой. Мы получились такими тушненькими. Я же тебе обещал, что будет масса. Ой, красота какая. Слушай, главное, чтобы не почернело. Может быть, лимонного сока немножечко? Нет, муки. Надо муку. Присыпать мукой. Присыпать мукой. Давай. И сразу же будем жарить. Слушай, я так полюблю делать драники. А жарить мы будем, опять же, необычным способом. Да, мы будем. Выдавливать через кондитерский рукав. Рукав? Выдавливать такие маленькие пяточки. Да, перемешиваем. И надо попробовать на соль. Обязательно на соль, на специи. Как это можно сделать? Обожаю, обожаю пробовать сырую картошку на соль. Просто обожаю. Попробовать сырую картошку, либо пожарить один. Маленький пяточок. Маленький пяточок, да. Несоленая, да? Еще нужно немножко соли. Ну, теперь, думаю, все. Ну, что я только не пойду ради этой программы, Дим? Пока Марина делала массу для драников, я подготовил ингредиенты для супа. У нас обжарился лук. Я добавил картофель. Перерезал его, чтобы, опять же, он быстрее приготовился и отварился. Сейчас зальем водой и будем протушивать. Итак, вот наш обжаренный слегка с луком картофель. Вот наш картофель, который варится для того, чтобы его нафаршировать. А это мое тесто для драников. Такого красивого оранжевого цвета. Совсем скоро мы приготовим наш картофельный обед. К картофелю с луком добавляем воду, буквально вот закрываем. Накрываем это все крышкой и томим, томим. Буквально минут 15. А я возвращаюсь к своему списку, о котором говорила в самом начале. Это список, который составила продовольственная сельскохозяйственная организация ООН, где мы, белорусы, по потреблению картофеля стоим на первом месте. На третьем месте, оказывается, стоят украинцы. И они съедают 136 килограммов картофеля на душу населения в год. Четвертое место занимают поляки. И именно в Польшу, а следовательно и в Беларусь в то время, картофель приехал в 17 веке. И история распространения картофеля по Польше весьма романтическая. Саженцы привез король Ян Третий Собески в 17 веке. Тем самым он хотел умилостивить свою супругу Марысеньку, которая подолгу скучала и обижалась на него, когда его не было дома. Вот так-то. Букет из картофеля, да? Букет, наверное. Возможно, букет. Белорусы и поляки тоже не сразу полюбили картофель. Но где-то, начиная с 18 века, они наконец-то отказались от репы, которая заменяла, можно сказать, картофель в тот период, до появления картофеля, и начали потреблять картофель, заготавливать его, выращивать, готовить из него различные блюда. И на сегодня в Беларуси насчитывается, я не знаю, наверное, около больше трех тысяч блюд из картофеля. Это картофель молодой, картофель жареный, картофель вареный, пареный и множество разных блюд из картофеля. Три из которых мы готовим сегодня в нашей программе. Одно из них абсолютно новое, ноу-хау, которое Дима привез к нам в эфир и сказал, что именно наш зритель должен оценить, жить этому блюду или не жить. Или не жить. Или умереть. Друзья, подписывайтесь на наш официальный аккаунт в Инстаграм 50 рецептов и оставляйте свое мнение по поводу наших драников по-восточному, которые мы вот-вот приготовим вместе с вами. Дим, что делаем дальше с нашими драниками? У меня есть кондитерский. Отличное, я рада за тебя. Перекладываем массу. Нужна какая-то большая ложка, а лучше чекпак. Или хватит этой, как думаешь? Ну, бывает по чуть-чуть. Получится, да. Наливаем на сковороду масло и будем обжаривать наши мини-драники. Маленькие. Малюбасики. Назовем их мини-драники. Малюбасики. 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 А вот насчет картошки, да, ты говоришь, что там вот букеты, да, из картофеля подарить можно. Главное, чтобы они были без жуков колорадских. Ты знаешь, однажды моя сестра твою родную устроила бабушке сюрприз. Бабушка выросла картофель, он наконец-то зацвел всеми красками возможными, которыми может свести картофель, фиолетовые, белые, желтые цветочки. И сестра так хотела его порадовать, она была маленькая, наивная. Просто вырвала это все поле в букет. Бабушка рыдала два дня. Ну, потому что, значит, не будет плодов. Это страшно. Это трагедия просто для сельского жителя, который потерял свой урожай картофеля. Марин, давай-ка переодевайся, одевайся. И помогай жарить драники. Хорошо, я надеваю фартук и помогаю жарить драники. Ух ты! Веселый, у нас будет день, я чувствую. Что это? Пузырьки-то уже прыгают и скачут. И веселятся. Ух! Ха-ха-ха! Итак, друзья, настало время попробовать наш маленький драник. И определить, чего нужно добавить в тесто, а чего убавить. Ммм! 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 Чего добавить? Слушай, а морковь и правда придает не только цвет, но и сладость. Ммм! 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 Класс! Ммм! 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 По чуть-чуть, по чуть-чуть. Такие маленькие-маленькие. Дим, ну я уже не знаю куда меньше. И старайся делать их ровными, а не такие вот... Они сами делаются вот как-то, они выпрыгивают просто сами, какими хотят. Я буду подготавливать картофель. Все, Димка, дальше ты сам. Я лучше картошкой займусь, можно? Ты будешь заниматься картошкой? Да. Тогда вот тебе смесь трав. Давай мне массу. Угу. Вот тебе картофель. Вот тебе шприц, точнее кондитерский мешок. Смотри. Так, что это у нас за смесь? На... Травы. Фольгу. Кусочек масла. Угу. Картофель. Угу. Смесь трав и заворачиваем. А фаршировать не будем? А фаршировать сначала подпечем его, а потом будем... А, сколько этапов приготовления. Что ж, поехали. У нас прям конвейер по созданию картофельных блюд сегодня. Смесь трав сухих. Дима, вот ты вот это новое блюдо придумал, картофельное, вот эти мини драники. Куда ты хочешь его внедрить? Расскажи. Я хочу готовить всего как уличная еда, отдавать таких в коробочках. Знаешь, вот лапшу отдают в коробках, там рис отдают в коробках, а я хочу драники отдавать в коробках. Класс. Вот это идея, друзья. Давайте поддержим Диму. Подписывайтесь на наш официальный окан в Instagram 50 рецептов и голосуйте за это блюдо. Оно получилось на самом деле очень вкусным, а если вы не верите, то повторяйте след за нами и поймете, как это здорово готовить самим такую вкусную домашнюю еду. Ингредиенты самые простые. Картофель, морковь, лук, в общем, все то, что мы обычно используем для драников. В этот момент у нас готовится крем-суп из картофеля. Выпекаются маленькие драники из картофеля. И вот-вот начнет запекаться картофель в фольге вместе со сливочным маслом и зелеными травами для того, чтобы его фаршировать. Отправляем картофель в духовой шкаф. Вот такие красивые серебристые коконы отправляются в духовой шкаф. Дим, сколько понадобится времени и при какой температуре? Температура 180 градусов, буквально 10 минут. Пока запекается картофель, мы приготовим с тобой начинки. Первая будет такая во французском стиле. Это полиндвица с грибами, сливками и сыром. Вторая – грибы, сыр, зелень. А третья – просто сыр, зелень. Такая легкая. Начнем с первой. Первая – это полиндвица, грибы и… Сыр и сливки. Дим, какого размера нарезаем полиндвицу? Соломочкой. 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 Вспоминая тот самый список ООН, продовольствия и сельскохозяйственные продукции, стоит отметить, что среди любителей картофеля, кроме белорусов, украинцев, поляков и русских, есть еще литовцы, латвийцы, казахи, кыргызы и британцы. Британцы просто обожают картофель. И в их кухне даже есть одно национальное блюдо, которое непосредственно связано с картофелем. Это фишн чипс. Мы, кстати, готовили в нашей программе фишн чипс. Это рыба в панировке и жареный картофель. Точнее, что-то вроде картофеля фри. Но если вспомнить картофель фри, то его ведь обожает весь мир. Это и Америка, и Голландия, которая, к слову, придумала этот рецепт картофеля. Кто еще? Обожают картофель немцы. Их кухня, кухня некоторых немецких регионов вообще очень близка белорусской традиционной кухне. Там есть и картофель, и картофель жареный, и тушеный, и капуста есть квашеная. Все, как мы любим, и колбаски деревенские. Очень похожи к кухне. Мне кажется, нет ни одной страны в мире, которая не любит картофель. Я еще знаю, что вокруг картофеля создается много каких-то рекордов. Там самая большая картошка фри, там самая большая порция жареной картошки, самый большой картофель выращенный. А ты знаешь, вот если ты уже заговорил о рекордах, где возделывается сорт самого дорогого картофеля? Наверное, во Франции. Вот почему-то вот мне кажется. Вот прям почувствовал, как будто и сорт, этот килограмм этого картофеля стоит целых 500 евро. Вкус у него нежный, мягкий, воздушный. Я никогда не пробовала, честно скажу, это слишком дорого для меня. Но я думаю, что в Беларуси врастает не менее вкусный картофель, потому что даже москвичи, я знаю, московские шефы, московские рестораторы специально закупают в Беларуси картофель, из которого готовят белорусские драники в своих ресторанах. Потому что из русского картофеля не получаются такие вкусные драники, как наши. А знаешь, почему этот картофель такой дорогой? Я читал про картофель. Расскажи. Во-первых, потому что выращивается ограниченной партией, его выращивают порядка, наверное, 100 тысяч тонн и все. Но это очень мало для картофеля. Да, согласна. И его собирают исключительно вручную. И возделывают каждый кустик. Я могу сказать, что у нас практически у каждого в Беларуси такой картофель, который можно продавать по 500 евро за килограмм. Почему нет? Согласна с тобой. Ценность нашего картофеля в том, что возделываем мы его вот этими вот руками. Как правило, если я путешествую, в какой-то момент я просто начинаю скучать по вкусу картофеля. Замечал когда-нибудь за собой такое? Все эти пиццы, бутерброды, пасты, все это прекрасно. В какой-то момент тебя просто начинает тянуть ко вкусу картофеля. Просто тебе хочется его ощутить и вспомнить, и почувствовать. И вот единственная страна, где я могла это себе позволить, не только в воспоминаниях, это Португалия. Там тоже очень вкусные картофели. Подается он буквально в каждом блюде. Каждому блюду дается гарнир картофель. Картофель жареный, вареный, пареный, картофель фри. Картофель этот очень вкусный на самом деле. Обжариваем по линдвицу вместе... Вместе с грибами, да? Вместе с грибами, абсолютно правильно. Отправляем грибы. А я тем временем нарежу бекон. У нас будет картофель с беконом хрустящим. Это ты уже вторую начинку готовишь, да, Дима? Это вторая начинка, да. Мне кажется, этот рецепт прекрасно подойдет для собойки, либо для пикника, или выезда на природу. Это очень удобно. Приготовить, упаковать в фольгу и взять с собой. Возможно, даже она не остынет к тому моменту, когда ты раздашь всем по картофелине со вкусной начинкой, и трапеза начнется. Так, вторая начинка у нас будет простая. Это жареный бекон с зеленью. Первая начинка у нас полинвится с грибами и сливками. И третья начинка, ну, давай, на выбор. Либо грибная, грибов уже не осталось, наверное, да? Либо с сыром. Ну, вот три грибочка могу оставить. Грибная, либо с сыром. Давайте сырную грибную сделаем. Сырную грибную. Давай, тогда надо будет обжарить отдельно грибы. Хорошо. Смешать их с сыром. Договорились. Добавляем к бекону зелень и, в принципе, его можно снимать. Посмотри, какие такие хрустящие полосочки. Шварочки, наши любимые, да? Все, как мы любим. Наши любимые шварочки. Снимаем бекон. Так, похоже, грибы закончились. Нужно натереть к ним еще сыр, да, Дим? Сыр, да. Натирай сыр не только для грибов, но еще и для первой начинки. Начинка наша готова. Питательные такие блюда получатся. Питательные, как раз. Краска. Чтобы, не дай бог, никто не похудел. Да. Чтобы все были сочненькие такие. Класс. Отправляем на сковороду сливки. Хватит для одной начинки столько сыра или больше надо, Дим? Хватит. Итак, и последний ингредиент нашей первой начинки – это твердый сыр. Смотри, какая она тягучая получилась. Все, как мы любим. Все, как мы любим. Зелень, может быть, добавить. Как ты считаешь? Зелень никогда не помешает, я считаю. Петрушечки добавить. Сковорода для грибов. И у нас приготовился суп. Нет, у нас готовят все ингредиенты для того, чтобы приготовить суп. Обратите внимание, картошка развалилась, лук практически исчез. Исчез. Исчез практически. Картофель впитал его. Добавляем сливки. И будем… Тот ингредиент, который делает суп-пюре, крем-суп. Крем-суп, абсолютно правильно. И будем его пюрировать. Пюрировать? Пюрировать будем, супчик. Держи. Я буду пюрировать. Ты будешь пюрировать. У тебя хорошо получается. Суп готов. Картофель готов. Готов к фаршированию, наверное. Подожди, Марина, стой. Вот сюда вот, вот сюда вот. Хорошо. Аккуратно, горячее. Хорошо. Суп нам необходимо добавить еще чеснок. А, чеснок. Дай мне масло сливочное, я обжарю чеснок. А ты пока обжарь грибы. Мы поварились. Итак, обжариваем грибы для нашей сырно-грибной начинки. Куда их снимать, интересно? Вот сюда. Пересыпай грибы. Лук я обжарил со сливочным маслом. И отправляю сюда еще зелень. Ух, как красиво. Это петрушка и зеленый лук. И надо его попробовать. Марин, ты пробовала его? Нет, еще не пробовала. Получился реальный крем. Крем получился. Можно мазать, мазать от загара. Итак, друзья, на данный момент у нас уже готовы мини драники. У нас готовы все начинки для запеченного картофеля. И готовь суп, который я начинаю разливать по тарелкам. Дима в это время будет фаршировать картофель. Буду фаршировать картофель. Так, я его заберу себе. Суп у нас получился густой, вкусный. И мы решили подавать его со шкварочками. Посыпать его сверху шкварками, чтобы вкус его был окончательно дополнен. Немножко их заберем от картофеля, да, в мундире. Да. Заберем тех самых шкварок. Ах, какой красивый супчик. И супом не назовешь какое-то такое нежное пюре, прям детское. Я же говорю крем, крем-суп. Крем, плашной крем без супа. Без супа. Картофель горячий, горячий. А именно надо с горячим работать, да, Дим? Или нужно подождать, пока остынет? Ну, это горячее блюдо, поэтому оно должно быть горячим обязательно. Так, посыпаем суп шкварочками. Чтобы сыр, который мы добавили в грибы, обязательно расплавился. И вот уже наше первое блюдо, наш супчик готов. Картофельный крем-суп. Бон аппетит! Обрати внимание, Марина, как я это делаю. Я разрезал картофель и буду вот так вот сдавлять. И раскрывать его. Вот так вот, да. И поддавливать. Поддавливать. А зачем? Чтобы зафаршировать его. Давай покажем, как ты это делаешь нашему зрителю, потому что, я думаю, ему будет интересно узнать технологию приготовления, а не только рецептуру. К слову, друзья, все технологии приготовления вы можете пересмотреть на YouTube-канале «Беларусь-1», куда мы выгружаем все видео наших программ в отличном качестве. Подписывайтесь на YouTube-канал «Беларусь-1», ставьте нам лайки, пишите свои комментарии, оставляйте свои какие-то рекомендации, советы, секреты, возможно, семейные рецепты, которые мы приготовим здесь, в эфире телеканала «Беларусь-1» и прославим вас и вашу семью. Итак, Дима, у нас три начинки. У нас сырно-грибная начинка, у нас пылиндвично-грибная начинка и у нас начинка из бекона, да. Ну, что как ни бекон, подходит к картофелю. Вкус у картофеля лучше всего, разве что укроп и кефир. Ты прям так вот щедро нам так… Четыре, по пять. По пять, получается. Дима, остановись. Что ты с нами делаешь? По пять. Дима, ты что хочешь? Чтоб я… Чтобы ты, да. Стала как ты? Да. Большой и убедительный? Ну почему бы и нет? Выкладываем начинку. Суп наш готов. Вот-вот будет готов фаршированный картофель. Драники нам осталось слегка обжарить в сковороде. Вок, и наш обед будет готов. Мы предлагаем вам три рецепта. Три рецепта блюд из картофеля, абсолютно новых, вкусных, неожиданных. И где-то, наверное, не таких уж и сложных. Поэтому готовьте для своих близких, заимствуйте у нас рецепты, ищите их на официальном аккаунте Instagram 50 рецептов и на YouTube-канале телеканала «Беларусь-1». Мы продолжаем готовить и буквально через две минуты уже начнем дегустировать самая приятная часть нашей программы. Все практически готово. Осталось обжарить драники воки с мясом, со свининой. У нас такая вот прекрасная свиная шея, мягкая, крутая. Нарезаем ее такими небольшими кусочками. Но ты, наверное, знаешь, мы с тобой уже воки готовили. Особенность, да, преимущество и особенность вок в том, что еда в этой сковороде готовится очень быстро и сохраняются все питательные свойства продуктов. Именно за счет того, что продукт схватывается быстро, обжаривается, и в нем все питательные свойства вот так вот сжимаются и держатся до последнего, при этом сохраняя все свои качества важные. Воки можно буквально за три минуты приготовить любое мясо. Это действительно самый скоростной метод жарения и приготовления блюд. У нас в драниках будет свинина, красный лук и немного фасоли. Зеленой фасоли стручковой. Она придаст такой цвет. Вот я смотрю на эти драники, мне кажется, ничего больше им не надо. Они и так прекрасны. Ты не удержалась. Доказательство того, что я правда так думаю. Так, наливаем масло. Расскажи зрителю, как правильно узнать, что масло нагреется. Масло будет собираться в центре таким вот тут капельным. Бок, оно и так или иначе здесь соберется. И будет нагрев. Вот видишь, оно начинает в центре вскипать. С центра в края вскипает масло. Масло раскалилось. Проверяем. Берем кусочек мяса, любого продукта, который мы используем, окунаем. Видишь, сразу зашкварчал. И практически приготовилось. Отправляем все продукты аккуратно. Очень быстро обжаривается. Сразу же туда отправляем лук. Солим, перчим, да? Солим, перчим. Абсолютно верно. Соли, перчи. Чего стоишь? Соли, перчи. Буквально несколько секунд и, видишь, свинина готова. Готова, да. Не прошло и двух минут, друзья. Добавляем фасоль. Продукты приготовились. Восточное. Пока восточное блюдо. Вот сейчас лапсу закинуть и получится вок. Обычный вок. А мы закинем драники. А мы закинем драники. Красота. Вот какая страсть может царить на кухне, а? Такие ароматы, такие процессы, такие потрясающие продукты, которые мы превращаем во вкусное блюдо. И вы присоединяйтесь к нам, друзья. Ну что же, отправляем драники прогреваться. И, конечно же, в восточной кухне здесь был бы соевый соус, а у нас будет что? Сметана. Сметана. Правильно. Отправляем драники. Вот она. Подожди. Так, тихо-тихо, ты их как убей. Ах! Смертельный номер. Смертельный для драников. Но нет, все целы. Все целы. Дима, молодец. Ну что же. Выгружаем. Выгружаем сметану. Вместо соевого соуса. Да. Да. Вот это блюдо, Дима. Друзья, напоминаем, что можно голосовать за это блюдо. За то, чтобы оно оказалось в Диминой бочке. За то, что его можно было бы попробовать любому меньшанину и гостю нашего города. Дима придумал этот рецепт сам и хочет внедрить его в нашу кухню. И мне кажется, это здорово, готовить блюда из наших национальных, из наших региональных продуктов и подавать их вот таким необычным, нестандартным способом. Черпаком накладывается просто на тарелку и все. Черпаком накладывается. Да. И все здорово. Итак, объявляем наш картофельный выпуск практически закрытым. Вам осталось побыть с нами буквально три минуты, чтобы убедиться в том, что вкусы этих блюд действительно совпадают с нашими ожиданиями. Мы расскажем вам правду, никуда не уходите. Для приготовления картошки по-французски с копченостями, сыром и зеленью мы использовали картофель, сливочное масло, шампиньоны, сыр, сливки, растительное масло, бекон, полиндвица, прованские травы, зелень. Для приготовления крем-супа из картофеля мы использовали картофель, сливки, чеснок, репчатый лук, растительное масло, сливочное масло, бекон, зелень. Для приготовления драников ВОК мы использовали картофель, морковь, лук, яйцо, мука, растительное масло, стручковая фасоль, зеленый лук, свинина, красный лук, сметана, соль, перец. Сегодня у нас самый белорусский выпуск программы «50 рецептов первого», потому что все наши блюда приготовлены из картофеля. Они абсолютно новые, необычные, уникальные и в некотором роде даже, наверное, экзотические. Хотя приготовлены все из картофеля. Итак, Дима, с чего начинаем? Наверное, с супа, да? Супа, да, начинаем с супа. И, наверное, мы сегодня доказываем, что из картофеля можно приготовить несколько тысяч блюд, да? Три мы уже сделали, осталось. Дима, как вкусно. Восхитительный. Бекон придал копченость, насыщенность. Пикантности такой, из жидкого вкусного. Мясную такую пикантность. Переходим к драникам. А я вот и не знаю, можно я все буду вместе есть? Да на здоровье, Дим. Я вот картофель возьму, попробую. С ума можно сойти от этих вкусов. Драникам действительно очень подошло вот слегка так размягчиться и прогреться в сметане вместе с мясом. Они стали такие нежные, такие, кроме их сладости, еще приобрели такой вот сливочный вкус. Нежность, да? Угу, нежность. Потрясающее блюдо, потрясающее. И знаешь что, Дима, я голосую за. За. Да. Ты ставишь лайк. Я ставлю свой жирный лайк и все-таки отказываюсь от своего первоначального названия Драники по-восточному. Никакого здесь Востока нет, кроме ВОК, который я могла бы даже не увидеть. Нужно придумать другое название. Друзья, помогите нам придумать название этому потрясающему блюду мини-драники. Мини-драники со свининой, с фасолью, с зеленью и со сметаной. Можете развернуть свою фантазию, можете отпустить ее в полет и пускай она прилетит к нам в образе названия для этого блюда. И желательно оставить эти названия в нашем официальном аккаунте 50 рецептов. Обязательно пишите названия, иначе мы их не узнаем, правильно? Иначе мы их, во-первых, не узнаем, а во-вторых, нужно название, друзья, это важно. Итак, картошку. Все нужно попробовать, да? У меня уже не хватает. Тебя, а представь, как мне приходится. В процессе приготовления я пробовал, пробовал и наелся. И, наконец, попробовал. Что ты ешь, расскажи, с чем ты ешь? С грибами? Что-то очень вкусное, с грибами, с сыром. Я не знаю, что может быть вкуснее картофеля. Очень вкусно, Дима, очень вкусно. Друзья, пишите нам в Инстаграм, готовьте с нами просто вкусно. Не забывайте о том, что мы есть на YouTube-канале «Беларусь-1», а здесь мы всегда ждем вас по выходным на телеканале «Беларусь-1». Готовьте с нами, готовьте просто вкусно. До новых встреч. Приятного аппетита!